Субтитры создавал DimaTorzok Да, значит, организационный вопрос по поводу экзамена. Мы все еще в процессе осмысления процедуры, как это будет делаться. Единственное, что понятно, что мы будем делать обязательно онлайновую регистрацию для участков экзамены. Если у нас получится это сделать быстро, то мы назначим такие слоты, и на каждый слот один звающий может зарегистрироваться. То есть, у того будет больше выбора. Значит, когда точно это будет, я сказать не могу, но я надеюсь, что не позднее конца этой недели. Значит, я попрошу сделать такой дисклозер, и в момент, чтобы у всех были равные условия, в момент, когда мы пустим это онлайн, мы немедленно обошли в email по всем, которые в явных списках, о том, что объявлена онлайновая регистрация. В регистрации надо указать по возможности. Если есть информация, которую вы считаете, может быть полезной, то вы желательно в этой регистрации там будет поле дополнительной информации по возможности указать все, что вы считаете о себе полезной. Да? Значит, эта информация будет учитываться в вопросе при применении лаборатории. То есть можно будет выбрать дату, и можно будет указать о себе дополнительную информацию. Хорошо. Значит, вот такая процедура. Значит, как я уже говорил, все экзамены планируют провести с 9 по 15 марта, если так, полторы-две недели у вас будет. Ну, если у меня хватит духу, в чем я уже не уверен, то я, значит, всем зарегистрировавшимся разошлю заранее вопросы, которые надо подготовить. Но, значит, плюс состоит в том, что человек знает про свой вопрос, минус состоит в том, что эти вопросы будут, в общем-то, по тексту книжки. То есть будет тоже кусок книжки, по которым надо будет подготовиться, и, естественно, я в своих лекциях из книжки брал кусочки выборочные. То есть подготовка к экзамену может включать в себя чтение материала. Я надеюсь, что ни у кого не возникло проблем до этого текста дотажа. Он лежит уже с октября на нашей страничке лаборатории. Хорошо, значит, это вот такая предварительная информация. Теперь сегодня у нас, как и обещано, последняя лекция. Значит, эта лекция такая совсем уже полуобзорная. То есть теперь я попробую показать, то есть то, что я делал, я старался немножко идти вглубь, теперь я пройду немножко вши и покажу, в каких направлениях можно, вот эта центральная теорема, которую вы видели и которую вы немного почувствовали, в каких направлениях можно двигаться и где мы, так сказать, сейчас находимся, где кончается область того, что мы знаем и где можно работать активно с одного цикла. Все это касается теоретической части, знаете, что нет в этом курсе и, по-видимому, не будет. У меня были сомнения, но все это понятно, что я не успеваю. То, чего не будет, это, ну, скажем так, конкретные интересные задачи из разных прикладных областей, которыми я сам занимаюсь и где вот эту теорию по-разному можно применять. Задачи самые разнообразные из финансово-экономики обработки изображений, обработки других рядов, предсказания, моделирование срочного уровня, анализа ДНК или же моделирование биомолекул, всем этим я понемножку занимаюсь, а иногда и понемножку, и все это мы делаем с применением той самой науки, казалось бы, совершенно абстрактной, которую я сегодня расскажу. Естественно, для тех, кто потом будет работать в лаборатории, со мной или со мной, это не важно, для них, опять, естественно, будет выбрана какую-то область, вот на стыке математической науки и конкретную область управления. Но в этом курсе я только расскажу математическую. Значит, темы, предполагаемые дипломных работ, диссертаций, ну, скажем так, экземплярные темы, можно найти на сайте лаборатории, опять же, но это, так сказать, далеко не полный список. Это был такой список предварительный, а на самом деле полный список исторический раз больше. Хорошо, значит, это была организационная часть, теперь мы приступаем к следующей теме, и следующая тема будет называться Байесовское оценивание, по-русски говорят Байес, но Байес неправильное слово, в правиле слово Бейс. А Байес это совсем другое, то, что у нас в Кусимове тоже появится. Байесовское оценивание, по-русски называется смещение. Да, мы с вами будем про Бейесовское оценивание. Значит, то, что мы будем сейчас говорить, это Байесовский подход, в даннее время очень модный и популярный, ну, надо сказать, что придуман Байесов еще, по-моему, в 18 веке, но очень долго он существовал в более-менее рудивентарном состоянии, а вот последние годы в прикладных областях, в общем-то, Байесовские методы становятся все более-более популярными. И то, что я хочу вам сейчас показать, то есть это никакой не экскурс в область Байесовского оценивания, а это просто иллюстрация того, что наука – она одна. Нету двух наук или трех наук. Если вы послушаете вообще эти Байесовские статистики, они имеют тенденцию отделиться и заявить, что фреквентисты ерундой занимаются, у них такое с вами сосваивание. Но это все только на уровне организации. Математика – она одна наука. Значит, что такое Байесовский подход? Ну, я напоминаю, что мы стартуем с нашего параметрического предположения, что значит, что наши данные… Данные, все равно стартовая точка всегда данная, ничего другого в статистике нет, только данные. Данные распределены по мере П, и значит, вот параметрическое предположение, что мера П принадлежит параметрическую семейству П. Это вот базовое предположение о параметрическом предположении строительства. Ну, значит, как его можно переписать? С точки зрения Байесовцы. Если есть параметрическое семейство, то параметрическому семейству соответствует некоторая плотность. Ну, теперь мы немножко сменим обозначения. Следуя вот этим самым Байесовцам, значит, они пишут это вот так. П, значит, вот так мы напишем. ПТТ имеет плотность У. Это просто обозначить. ПТТ – это мера на пространство измерения. Игрек – это то, что пространство измерения. И вот это вот плотность, когда ТТ – это истинный параметр. Это вот плотность. В подходе, и вот то, что мы обозначали L-тэто. Значит, L с Y-тэто равно L-тэто – это более-менее логарифм. Так, значит, вот это вот предположение. Ну, иногда, значит, так, теперь что? Что делают эти Байесовские люди? Они говорят, что на самом деле ТТ – это не параметр. ТТ – это некая информация. Как только Y. Y – случайный, и ТТ – тоже случайный. Значит, вот Байесовцы, посмотрите. Вот Байесовцы, посмотрите. Вот Байесовцы. И за рандом. Ну, чтобы, чтобы понимать даже формально отличие, мы будем писать этот ТТ и теперь другой буквы. Ну, я надеюсь, что у меня получится. Значит, вот эта буква, она в латвике называется ВАРТЭТ. Вот это ВАРТЭТ – это такой же ТТ, но только случайный. Это будет рандом-элемент ВАРТЭТ. Значит, это некая случайная величина, поскольку это многомерно, я буду говорить о рандом-элементе. Ну, и тогда, значит, что это означает? что вот эта вот плотность – это тогда не плотность, а та, что называется условная плотность. ВАРТЭТ – это значит кондиционал денсити ВАРТЭТ – это равно Т. Ну, вот, получится у вас различить два разных ТТ. То есть, если случайная величина ТТ принимает значение ТТ, Ну, простите, пожалуйста, того, кто тогда получает эту плотность. Ну, значит, сразу вопрос на засыпку – кто учил, что такое условная плотность? Или, скажем так, кто не учил? Есть такие, которые не знают, что такое условная плотность? Ну, хорошо, что мало людей не знают. В принципе, значит, в рамках этого курса я однозначно не способен закрыть дырку у тех, кто эту дырку имеет. Но если не знать, что это такое, то, в общем, и сдаваться не надо особенно. Ну, вот, как написано, так написано. Значит, когда ТТ равно… Вот случайность на этом уравна, то мы распределим. Так, значит, интуитивно понятно. Такое математическое концепция уже сложнее, но интуитивно понятно. Отлично. Значит, теперь, чтобы все это делать, нам нужно… Если написано слово random, то всегда… Слово random – следующий вопрос какой? А какое тогда распределить? Правильно, да? Значит, надо, естественно, предположить, что это в каком-то смысле measurable. И, значит, вот столом B и D это то, что называется prior distribution. Значит, вот в этом месте, в слове prior distribution, заключается разница между подходом, который мы обсуждали раньше, который называется по-английски frequentist, а по-русски не знаю… Частотный подход. Частотный подход получит еще более коряло. В частотном подходе, грубо говоря, протеты никакой информации нет. Все точки по электрическому правилу пространства равноважны. Значит, в байсковском подходе говорится следующее. У нас есть априорное представление о том, где лежит наш параметр. Это априорное представление дается вот этой априорной мере. ПДТ. То есть смысл такой, что вот ПДТ, то это, так сказать, или П от А, значит, это правил пространства где А принадлежит. Это правил пространства А. Значит, априорное представление о том, с какой вероятностью у нас параметр, который принадлежит множеству А. Значит, вот это основа, совершеннейшая основа. И тогда, значит, что у нас получается? Ну, теперь вводится такие, значит, эту, когда схема записывается таким образом, у нас, значит, мы пишем такое. И данные следуют плотности П и В. И В. Ну, если у нас есть два таких распределения, то потом, значит, на основе этих двух это условное распределение, это распределение В. На основе этих двух распределений что мы можем построить? То есть, если мы наляем условную на плотность П, то мы получаем совместное распределение при комплективе, с у и тэта. И совместное распределение мы можем посчитать то, что называется маргинальное распределение у. g и y, по множеству тэта, это то, что называется маргинальное распределение. Ну, и самый последний объект, который является объектом исследования, называется постериорное распределение. Оно определяется как условное распределение. И оно пропорционально. Совместное распределение делить на маргинальное. Тмон長 с фи, и пэта и пэта, деленное на пэта и пэта, что тоже можно расписать. Ну да, то есть mind, ring, Вот это то, что называется кастирио. Итак, в чем состоит суть Байесовского подхода? Нам дано априорное распределение, которое говорит наше априорное до данных представление о том, где лежит параметр. Теперь мы получаем данные, используя данные, мы это наше априорное представление можем уточнить, критизировать. И математически это выражается вот этой простой Байесовской формулой. Собственно, это единственное достижение товарища Нейса в статистике, то есть написать эту формулу, более-менее. Но она достойна того, чтобы быть уже не горячей. Значит, смысл всего Байесовского анализа состоит в том, чтобы из априорного распределения данных получить постериорный. То есть уточненное распределение параметров при условии наблюдаемых данных. То есть мы наблюдаем данные, и результатом мы пересчитываем распределение элемента Т. Значит, эта Байесовская формула записывается обычно в таком виде. Байесовская формула, пишет вот такой, значит, она видно, даже написал вот такой значок, который немножко напоминает Рыбку, то есть знак древних христиан, как раз просто приблизили, самый момент. Значит, а тут вот пишется вот верхняя часть. То есть вот этот нормализирующий ножки, он опускается, поскольку он не зависит от той. То есть говорится следующее. По условной распределению Т, ГИВН, ГИВН при условии данных, оно пропорционально вот этой шли. А вот этот нормирующий множек, чтобы интеграл был единичков, его не пишут. Это вот байсовская формула, и на этом байсовская статистика кончается. Дальше, если вы посмотрите, что делают люди в байсовском анализе, они более-менее выбирают разные прайеры и пытаются посчитать что-то по этой форме. Ещё в байсовской науке как-то, да, практически нет. Но на самом деле это всё, то есть элементы этой науки, тем не менее, мы сегодня обсудим. Ну, значит, единственное, что я скажу, что в байсовском анализе, значит, вот это вот распределение, вот это вот апостерёрное распределение, и если у нас есть апостерёрное распределение, то есть в нём можно получить массу всяких полезных вещей. Ну, в частности, то, что нас будет интересовать, три вещи. Первое — это, как называемый, апостерёр и ни. Это среднее значение по посчитанным параметрам, посчитанным по апостерёрному распределению. Ну, значит, определяется оно таким образом, то есть это будет некоторая θ с волной π, которая равна интеграл θ. То есть то, что мы считаем, мы считаем плотность вот этого вот, вот это вот то, что тут написано, это вот и есть. Вот это апостерёрная плотность, у нас получилось апостерёрное распределение, и по нему мы считаем среднее. Аналогично мы можем определить другие характеристики, например, можно определить то, что называется в одномерном случае апостерёр, медианах апостерёрного распределения. Но это обычно определяется только в одномерном случае, точка, где апостерёрное распределение делится пополам. Но я не буду писать апостерёрное. Что? Ещё очень важный объект, так называемый credible sets. Что такое credible sets? Это аналог доверительных множеств в частотном подходе. В частотном подходе мы всё время говорим про доверительное множество, но байсовцы говорят про credible set. Что такое credible set? Это множество, на котором сидит, грубо говоря, основная часть апостерёрного распределения. Это понятно, да? Значит, что такое альфа-credible означает, что вероятность того, что θ принадлежит θ в множество а при условиях данных больше равных, чем 1 с минусом. Полный аналог доверительного множества. Ну вот, видите, значит, наука вроде другая, вроде такая же. А сейчас мы посмотрим, что можно сказать математическому про этот подход. Я надеюсь, что вас убедит, что, в общем-то, действительно разницы большой нет. Ну, чтобы быть более предметным, я расскажу два частных случая. До того я введу обозначение, я просто напомню, что теперь я буду, начиная с этого метра, я буду писать t, y, t, Ну, я напоминаю, что наше l , но это y я больше писать не буду. Поскольку мы всё будем рассматривать при условиях данных, данные будут рассматриваться как что-то фиксированное. Поэтому оно нигде не будет в фигуре. Это зависит от данных, но явно я его не пишу. Так же, как и раньше. То есть вот в тех формах, которые я писал, я буду использовать вот такое значение. Ну хорошо, теперь мы рассмотрим обещанные два случая. Все остальные случаи, почти все остальные случаи, к ним сводятся. Значит, первый случай, который мы рассмотрим, будет называться non-informative prior. И второй случай, который я рассмотрю, будет хаосом. Ну, кстати говоря, слышал ли кто-нибудь, что такое не информативный проект? Такой молодящий вопрос на засыпку. Ну, а так из живота, представлять, какой бы правер был бы... Совсем равномерный. Ну, конечно. Значит, если нет никакой информации, все точки равны вероятности. Разномерный правер, он и есть не информативный. Итак. Значит, пункт первый у нас будет non-informative uniform. Не информативный правил, то же самое, что частотный подход, к сожалению, совершенно нет. То есть науку совсем другая. Удивительно, что ответ получается с конца один и тот же, но это теорема, который мы сейчас, до которой, надеюсь, мы найдем, это теорема, называется теорема Гербштейна Фоннизиса. И эта теорема говорит, что свойства асинтетические у неинформативного правера, в смысле, по стиле, получающихся неинформативного правера, такие же, как по оценке максимума. Но это сложная теорема. В принципе, это два разных подхода. Значит, non-informative правер соответствует non-informative правер. Ну, значит, если мы рассматриваем, например, всю прямую, что такое равномерное распределение на прямую, это вопрос хороший, на который нет хорошего ответа, но зато есть мер Либер. И вот это более-менее определяется из мер Либер. Значит, я все эти теоретико-вероятностные штуки сокращаю, и пишу, как будто так можно. То есть я пишу, что вот такую вещь, без какого-либо обоснования. И вот я, первое, правер как мер Либер на прямой. Может быть, на интервале тогда это нормально, но если на прямой, то это вопрос. С какой статей можно так писать? Ну, вот я это не объясняю. Значит, если мы так написали, то вот наша формула как выглядит. Ну, например, маргинальное распределение Т, И, 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 и. Это Либер грамм от Е в степени Т, а Т в Т. Правильно, да? ну а вот это наше постеревенное распределение будет пропорционально E в степени t в t делить на интеграла от этого самого ну вот я тебе уже пишу вопрос какая-то Y значит это определение это определение ну а теперь я сформулирую значит то то есть наша цель то есть наша A describe propel is on t distribution то есть мы хотим описать свойства постеревного распределения и я скажу сразу что обмейный результат обмейный результат это теорема Берн Штейн Фонд Бизис и она более-менее говорит следующее что свойства постеревного распределения повторяют свойства оценки максимума вкладок значит ну а теперь мы подумаем как это можно понять цель моего показать быстро-быстро так как это делается точно так же все-все-все что делается во всей этой статистике все делается на основании двух тяльев которые мы изучали раньше ну вот давайте посмотрим что такое постеревное распределение мы хотим понять вероятность того что вероятность того что по множеству а при условии что это распределение уже уточнено нашим этапом ну значит это равно просто по определению ничего другого тут нет интеграл е в степени по множеству а е в степени n от тэта д тэта ну я только работаю с неинформативным правилом которое я раньше написал и все это делить делить на интеграл по всему множеству вот это е в степени n от тэта от тэта от тэта да? это просто определение ничего другого тут нет это вот так определяется остеревная вероятность очень хорошо ну и как мы теперь будем с этим работать то мы не скажем какая идея как с этим работать хорошо чтобы собирается было максимально возможно нет вот как понять как анализировать вот эти объекты или от тэта от производителя как мы раньше делали что мы делали раньше мы его максимизировали но как мы это делали две ступени первая ступень была локализация а вторая ступень была какая мажоризация квадратичной фризис в байсе самооцене естественно что мы делаем точно так что такое локализация это значит мы берем однородство тэта 0 которое обычно тэта 0 от r и то что нам надо достичь чтобы интеграл от тэта от r от е тэта или от тэта до тэта это вот интеграл от тэта 0 с это дополнение значит вот эта штука это тэта минус тэта 0 вот этот интеграл должен быть пренебрежимом аут когда мы можем про него забыть это значит что этот интеграл делить на интеграл по множеству всему множеству тэта есть тэта вот эта вот штука сло и сло то есть если интеграл можно локализовать сузить на множество тэта 0 на хвосте мало что происходит тогда этот хвост можно забыть вместо того чтобы говорить что максимум на хвосте не достигается мы говорим что интеграл на этом хвосте маленький вот разница между байсовским и частотным подходом ну а почему это происходит по той же самой причине что тэля тэта или с стрикулы негатив стрикулы негатив стрикулы под тэта ноль дополнение на этом дополнение ответ очень большое по модулю но с отрицательным знаком тогда эти точки маловероятны тогда этот интеграл будет маленький вот эта идея как это доказывается я не обсуждаю это значит первый шаг точно так же доказывается как и в методе максимум правдоподобия значит а вот шаг второй нам интересен это значит блок квадратистики ну что теперь я делаю значит ну все с observation значит L тэта со звездой ну значит я доказал что такое тэта со звездой надо ввести еще раз значит я просто напоминаю что тэта со звездой это тот же самый тэта со звездой на ивайсовском подходе тэта со звездой тоже фигурирует в теории как минимум все концентрируется недалеко от этого значения значит эта штука определяется точно так же вот я хочу сказать следующее что ив степень L от тэта со звездой given date это просто японская то есть данная является константной тэта со звездой является тоже фиксированной величиной это какое-то число то есть на это число можно домножить и разделить ничего не изменится то есть по всех формулах которые написаны можно прикисать здесь вот здесь надо прикисать тэта со звездой и здесь можно прикисать тэта со звездой и это ничего не изменит значит вот эта запись я надеюсь не надо напоминать это просто разница значит мы обе части числителя и знаменателя домножили на е в степени обе части обе части домножили и получилось так вот ну а теперь что мы знаем что говорит наша основная тэта е в степени с звездой меньше или равно е в степени и больше равно е в степени ну тут естественно минус ромбик подчеркнут плюс ромбик подчеркнут итак значит что нас интересует теперь нас интересует интеграл е в степени ну вот эта вот штука если мы хотим её оценить например сверху вот это написано давайте напишем так а в постерёрной вероятности стал что тэта принадлежит а при усвоении данных значит а теперь подновился это ноль теперь мы всё локализовали и пользуемся локальной теоремой хотим оценить сверху как мы будем оценивать сверху вот вот два интеграла часть которые дополнение выкинули оставили только локализация это меньше или равно это я не учитываю это я не учитываю интеграл по а е в степени цель 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 ну а теперь что мы делаем сверху заменяем на верхнее снизу заменяем на нижнее здесь меньше или равно интеграл по а Е в степени цель 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 а с нее это цель 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 ну а где я обманул Ромбики забыл, но что вам про ромбики можно сказать? Ромбики не зависят от этого. Значит, их можно загнать, дознать интегралов. Здесь все из меня ромбик плюс ромбик. Почему плюс ромбик? Потому что он знаменательный. Отлично. Я вижу, мысль работает не древно. Это очень хорошо. Ну, а теперь что мы делаем? На самом деле, теперь можно записать последний трюк. Самый последний. Теперь я, грубо говоря, хочу... Нет, теперь я хочу просто подставить сюда, в это выражение, я хочу подставить нашу форму. Ну, это получается, значит, E в степени... А тут будет интеграл... Ну, более-менее от того же самого, только здесь будет стоять dε. Ну, значит, теперь что делается? Если мы посмотрим на вот это верхнее выражение, что тут написано? Ну, в смысле, ромбики я вот так нарисую, значит, они везде существуют, больше я их не повторяю. Ну, значит, важный момент только вот здесь. Вот что я здесь нарисовываю? Вот что это вот такое? Если мы посмотрим на это внимательно, вот это вот zeta здесь, вот это zeta, это некоторый вектор, он вообще-то случайный. В физическом подходе он случайный. В базиском подходе все меняется с точностью одного. zeta как бы становится детерминированным, точнее, фиксированным, а случайно становится θ. Поскольку мы интересуемся о постеревном распределении. Если мы посмотрим на θ, то что это такое по θ? Это отношение к правдоподобию нормального распределения по θ. Это просто нормальное распределение. А вот эта вот штука, это интеграл похожего нормального распределения по большому кругу и по всему пространству. То есть вот эта штука дает нормирующий множек, это не нормированное кауссовское распределение, но знаменатель дает правильный номеров. То есть в итоге получается, я не буду делать выводки, то есть все это приблизительно равно нормальной вероятности того, что, значит, кси-эпсилон принадлежит А, где кси-эпсилон и это нормальное распределение со средним. Ну, значит, кси я нехорошо написал, давайте напишем другую букву. Ну ладно, пусть будет это, вообще-то это у нас будет другая, все буквы заняты, это всегда проблема. Значит, кси-эпсилон будет нормальное распределение со средним кси-эпсилоном, то есть конверсионной матрицей дэпсилон на инстаграме. Где я напоминаю кси-эпсилон, то самое кси-эпсилон, которое у нас фигурировало дэпсилон в первой серии. В Байсовском подходе происходит полная мистика, некая мистерия. Независимо от распределения данных, если модель регулярная, то на выходе получается хаосовское распределение. То есть регулярная модель нам автоматически дает на выходе, независимо от того, какие данные. А постелиорное распределение всегда нормально. Причем параметрами являются те самые два параметра. Кси-эпсилон, где есть второй, это то. Вот эта нормирующая матрица оценки матрицы, а это ее группа средней. То есть я напоминаю, что в частотном подходе у нас было следующее уравнение, где эпсилон с тридцей с волной минус тридцей с звездой было приблизительно равно кси-эпсилону. Это то, что у нас было в фриквенке в подходе, это значит фриквен. И вот это то, что у нас получается в байсинском. Вот это вот результат называется теорема Герштейн-Фомбизиса. То есть я детально не вдаюсь, но я хочу сказать, что вот та техника, которую мы используем, она дает нам ответ, причем этот ответ вообще не зависит от распределения данных. Вообще не зависит. То есть в отличие от фриквентистского подхода, свойства оценки еще как-то зависит от данных. Тут вообще ничего не зависит. То есть в байсинском подходе на самом деле все полностью определяется структурой нашей параметрической модели и структурой природного распределения. То есть это уже говорит о том, что это некоторый обман. Ну ладно, значит вот вот такой результат. Теперь я коротко, намного более коротко расскажу, что происходит в случае гауссовских правил. Буквально с гауссовом. Просто чтобы вы увидели, насколько все одно с другим смыкается. Теперь посмотрим, что такое гауссовские правила. То есть вот этот результат, это уже результат. Т.е. апостерённое распределение, оно близко с точностью до явного распределения нормального распределения вот таким параметром. В точности теоремка дэпшин. Сейчас мы увидим, что её можно обобщить. В данном случае гауссовских правил. Итак, значит, вот я уже стёр нашу модель, но теперь я её повторю. У нас модель такая. Данные с дивом ТС распределены в Е степень ФС. И теперь ФС будет пропорционально, рыбка наша, Е в степени минус ЖС квадратка пола. Ну, уже сейчас вы можете спросить, что заподозрить букву Ж мы уже видели. Сейчас мы увидим, откуда действительно ли это имеет какой-то смысл, одну эту же букву использовать. Хорошо. Теперь мы пишем Байсовскую формулу. С хода пишем Байсовскую формулу, а Ронштур говорит, что ТЭТО и ВИ, опять наша рыбка, а теперь мы должны вот это перемножить. И что мы получаем? Е в степени ТЭТО минус ЖТЭТО квадратку пола. Ну, теперь вы точно должны вспомнить, где мы это видели. Потому что это было вчера. То есть гауссовский правер – то же самое, что roughness penalty. Только в случае фреквентистского подхода мы вот этот агрегат максимизируем, а в вайсовском подходе мы его интегрируем. Да? То есть формула пьется так. Вероятность того, что θ приближает а трёх слоев лирик, она пропорциональна, значит, равно… Сверху будет интеграл по множеству а, а вот от dt – экспоненты. А снизу будет интеграл по пространству θ от такой же экспоненты. Да? Вместо того, чтобы максимизировать, мы её два раза интегрируем. Один раз по множеству а, а другой раз по всему пространству. Ну вот. А дальше, если мы делаем тот же трюк, который я описал здесь, то, оказывается, что? Ну, как мы можем это переписать? И вот. Равно. Интеграл. Ну, а у нас есть… Теперь начинается наука на марше. В чём она сейчас стоит? Приписание буквы. В левой части должен быть дать «п» тетра принадлежит а при условии лириквид. А, да. Я уже заговорился. Значит, «п» принадлежит а при условии лириквид. Спасибо. Да, значит, вот такая конструкция, ну а дальше начинаются те самые выплатки, я пишу только ответ. Значит, вот это ε, значит, все это долго-долго вычисляется, и оказывается, что это примерно равно вероятности того, что это εg приближает А, где это εg, это нормальная случайная величина, ну везде прописали g. Вот и вся наука с гауссовским правилом. Если вы посмотрите литературу по гауссовским правилам, то это там пишут статьи на километры, и еще при этом неаккуратно доказывают себя симпатически, а тут это выводится за просто левый пятник. Хорошо, значит, на этом я думаю, что, то есть я вас убедил, что гауссовский подход, его математическая содержательная часть ничем не отличается от подхода частотного. То есть наука везде одна и так. В принципе, я здесь наукой толкому не пользовался, я просто применял главную теорию. Все это вычисления были применением главной теории. Теперь я хочу рассказать, опять же, довольно коротко, еще одну ветку. А, да, значит, да. Нет, значит, в этой формуле, где равно написано, тут интеграл по t. Но потом, когда мы делаем локализацию, то мы должны писать примерно равно. и аккуратно оценить остаточные члены. То есть когда мы начинаем применять теорему, вот это вот применение теоремы, первый шаг – это ограничение намного что-то. Так, значит, следующий раздел… А, я не сказал… Да, ну, то есть с гауссовскими праверами все довольно просто. Ну, значит, есть еще, так называемые, гладкие праверы или непрерывные праверы. И то, что говорится, что… Ну, гладкие праверы… Что такое гладкие праверы? Значит, вторая производность существует. То есть если существует вторая производность, значит, можно у плотности. Что у дарикой плотности существует вторая производность. То есть если πdc плюс, это эквивалентно тому, что, значит, его плотность… И тоже буквы обозначены. И тогда можно просто определить g квадрат – это минус… что-то в таком духе. Второй градиент от прайера в правильной точке дает нам g квадрат, и это сводит задачу назад к случаю… То есть локально прайер аппроксимируется квадратично… Лок прайер аппроксимируется квадратично… Тем же самым подходом, как мат. И опять мы получаем теорему Берджейна-хоммунии. Значит, что не сделано для тех, кто вдруг интересуется байсовскими методами и так далее, где наука остановилась, значит, хвосты тяжелее, чем гауссовские. Ну, например, Е в степени и Е в степени. Там наука не работает. Так, теперь я расскажу совсем коротко про так называемые селеброметрические. Это очень важный раздел статистики, и я хочу сказать, что большинство задач практически, которые статистика возникает, а они как раз симпрометрические. Ну, что это по симпрометрической оценке? Ну, мы стартуем с той же самой точки. Мы возвращаемся назад в частотный математический мер. Значит, Y распределено по мере P. Это неопределитель семейство P, которые теперь прометаризованы двумя параметрами. Это, которая держит буква Х. Значит, это два параметра. Почему их два? Это этот параметр, как называется, целевой параметр, или таджик. А это, это вмешающий параметр в близкий мир. Значит, грубо говоря, мер описывается двумя параметрами, двумя множественными параметрами. Нас интересует ОХТ. Обычно как? Обычно как? Обычно. Low Dimension. Ну, может быть, и один параметр. Мешающий параметр обычно многомерный, или даже бесконечный мерный. Х один. Там много мешающих параметров, но зато они нам не интересны. А интересны нам Т. И вот главный вопрос семьи параметрического оценивания. Можно ли оценить Т из какой точности, если нам это не интересует? Ну, что в этой науке известно? Известно, что правильный метод действия такой. Он называется Profile-like-выход. Слышал кто-нибудь такие, вообще вообще все такие слова? Что интернетрическое оценивание Profile-like-выход? Мне же не учится. А что вы не знаете, что такое? Слышали, но не знаете, что такое. Отлично. Ну, ради этого стоило посетить этот курс. Заодно вы знаете, что такое Profile-like-выход. Ну, я вам очень больших секретов не раскрою. Итак, что такое Profile-like-выход. Значит, на что бы его определить? Мы введем такое обозначение. Я ее называю... Ну, вы можете произносить эту букву как В. На самом деле, эта буква никакая не В, а это греческая буква Юпселу. Ну, поскольку параметры греческие буквы обозначаются, а их всего 24, и всегда не хватает. Ну, вот это вот самое, что ли на есть, из греческого алфа Юпселу. Значит, Юпселу состоит следующее. Вот это вот... Юпселу — это просто пара. Это это и это. То есть... Юпселу — это просто пара. То есть просто пара обозначаем одной буквы. Теперь, что мы можем сделать? Очень простую вещь. Мы можем посчитать вот эту Юпселу с валугой по методу максимум противоподобия. Агмак со всем Юпселом. Ну, понятно, что... То есть мы можем посчитать полную оценку максимум противоподобия. А если мы её посчитаем, то можем посмотреть на её первую компонентку. Центр с валной. Это проекция просто буквы «ки» от этого Юпселу слона. И вот эта штука и называется profile. Вы, наверное, ожидали чего-то хитрого, а тут вот такая простая вещь. Прооптимизировать по обоим параметрам и посмотреть, что будет. Ну вот, одно интеллектуальное упражнение на эту тему. Что у этой формулы есть другая запись. То есть это равно arg max по это max по это и это п п значит... нас интересует это а это нас не интересует. Другая задача статистическая. Статистическая задача исходной была оценить весь параметр. То есть у нас в модели значительно больше параметров, чем нам интересно? Да. сейчас у нас интересует есть. То есть, если мы скажем так, эконометрическая задача, вы хотите оценить эффект терапии. Но эффект зависит не только от терапии, от пациента, от его возраста, полу, еще каких-то характеристик. Все эти факторы важны. Мы их должны все равно внести в модель. Но у вас в конечном итоге интересует только эффект. Поэтому, значит, модель надо написать в полном объеме, ввести вмешающий параметр. Но в конечном итоге нас интересует только зависимость от факторов. Влияние факторов индексировано в параметре . П это проекция. А, проекция. Это проекция на первую координату. Значит, это Projector . Значит, вот нетрудно проверить, но надо проверить. Вот такую формулу. Один из потенциальных вопросов на экзамене. Доказать эту формулу. Ну, тут почти ничего доказывать, но чем-нибудь. Значит, эту формулу можно написать в таком виде. То есть, с волной равно обмак под это. Вот теперь L. А тут вот я такой болванку нарисую. Значит, вот эта штука по-английски называется Брэф. Ну, не знаю, можно еще Кап назвать. Ну, в английском называется Брэф. Значит, вот бывает вот такая штучка, эта называется Чеп. Вот эта называется Хэт. Вот эта называется Тильда, а эта называется Брэф. Вот, где L-брэф отвертое, это тот самый максимум. Поэтому L-брэф. Вот. Ну вот, когда мы так написали, то, что нас интересует, оказывается, теперь нас интересует точность оценивания. Как понять, что такое точность оценивания? Всеми по аллитрическому оцениванию. Чтобы определить точность оценивания, надо определить нашу цель. Чего мы оцениваем? Ну, значит, Та говорит следующее, что П равно ПТ-су звездой ЭТ-су звездой. Ну, если ПА есть ПВ, то Т-су звездой ЭТ-су звездой, это мы знаем, что такое. И ЭТ-су звездой ЭТ-су звездой ЭТ-су звездой, это с обоим компонентом и проецируем. Ну и что тут интересного? Эта штука, на самом деле, вещь достижимая и осязаемая. Она корректно определена. Ее можно определить по данным. Вот если посмотрите на эту форму. Вот сюда. Это сложно, но можно посчитать по данным. Лайк-экод нам-дам. Мы можем активировать, где-то нам доступно. Эта штука доступна, а вот эту можно интерпретировать как семифараметрами. Ну а дальше мы хотим работать так, как мы работали раньше. То есть, на самом деле, теперь нас интересует, значит, вот фокус средство с элементой, которая по определению вот если мы вот эту штуку умеем хорошо обрабатывать, мы можем, например, строить доверительный интервал, основанный на этом множестве. Так вот, во всей этой науке центральная теорема тоже имеет имя. В Байсовской науке центральная теорема была теорема Берштейна и фон Мизиса, в обычной науке теоремы Вилкса, все метрометрическое оценивание тоже теоремы Вилкса. Значит, Вилкс. Что говорит теорема Вилкса в параметрическом оценивании? Кто меня напомнит? Если вернуть параметрическое предположение, то вот эта штука как распределена? Там примерно... И квадрат Вилкс. И квадрат Вилкс примерно квадрат Вилкс. Вилкс – это размерность параметрического моря. Ну и что мы хотим получить сейчас? Аука на марше состоит вот в такой штучке. Переписать здесь префон. Так вот, мистика всей этой истории состоит в том, что это правда. Действительно так может. Очень нетривиальный результат. В общем, как и в каком-то смысле вершина вершина тераметрической статистики. Эта теорема Вилкс особенно в этой семикараметрической формулировке. Но поразительным образом она верна при более серьезных предположениях, чем в случае параметрическом. Но все равно верна в достаточно широком диапазоне. То есть теперь условия более строгие, но при определенных условиях эта теорема остается верной. Значит, ну, я, может быть, скажу пару слов, как это делается. Просто вы увидели, что это действительно наука на марше. То есть подход всегда один и тот же. И состоит в том, что променяются два шага. Первая локализация, вторая локализация. А здесь П это именно размерность статистики? Да, П это размерность Т. Вот эта П маленькая. То есть размерность, мешающий параметр вообще не фигурирует в ответе. Мистика, да? Второй раз мистика. То есть мешающий параметр вроде как и не мешает. Как такое может быть? Просто верится с трудом, но это правда. Значит, как это делается? Кроме того, есть теорем, что лучше нельзя. То есть этот метод профайл-максом-лайк-липот, он еще так называемый эффективен в семипараметрическом смысле. То есть лучше сделать нельзя. Но лучше, кстати, нельзя сделать даже в параметрическом случае, так что я так же даю результат. Но тем не менее поразительно, что вот этот вот общий подход, он здесь работает по полной практике. Можно вопрос? Да. Но это при условии, что мы хорошо умеем находить вот этот вот или бред, да? Нет, это не присядь в условии. Это теорема. В том смысле, что на практике же… Нет, это про практику и другая песня. Я хочу сказать, что вот эта теорема там дает, так сказать, уровень достижения. Чего мы можем самого лучшего достичь? Мы можем достичь этого, если все схлопнется, вот этот максимум все может достичь. Лучше этого нельзя. То есть можем мы это посчитать, это может сложно посчитать. То есть на эту тему я работаю, я сейчас скажу, пару слов я скажу, где я сейчас работаю и какие тут есть открытые задачи. Их море. Вот именно все инфраструктические оценили задачи моря. И они самые тяжелые. Но вначале пару слов скажу, как это доказывается. Значит, ну, никакого неожиданности не будет вам больше. Я и не хотел бы. Степплазы называются, значит, тотал. Тотал. Ну, что такое тотал? В каком смысле? Тотал – это в смысле объединенного параметра. То есть мы всю модель по обоим параметрам локализуем. То есть мы строим множество, которое я назову гайчиком. Вот это все пространство в секторе на х. Все эти пространства мы назовем вот такой буковкой. Вот такой буковкой. Кто знает, как эта буковка называется? Юпсил. Юпсил. Это большой юпсил. Это не гамма. Это то самое юпсил, только большое. Значит, что мы делаем? Юпсил. И вот эта вот локализация говорит следующее. Вероятность того, что юпсил не принадлежит. Вот первый шаг – это найти разумное множество в совместном пространстве, где все локализуется. Ну, а после того, как мы локализовали, что мы можем делать? Грубо говоря, мы можем применять первое. Тут не может быть такой ситуации, что у нас будут исключены случаи точки на этом юпсил пространстве, где вероятность того, что дета подходит большая, но при этом очень маловероятность того, что вот эти мешающие параметры, то есть вероятность того, что это мешающие параметры очень малово. Но здесь же прямое произведение вероятности по идее. Ну, значит, это множество устроено очень просто. Это самый обычный, как есть, прямой продукт. Ну, не прямой продукт, но тип такой. Это множество, где можно, значит, V0. Все то же самое, что было радио. Если мы посмотрим, это, грубо говоря, эллипсоид в совместном пространстве. Про вероятность говорит, что, в принципе, внутри этой окрестности и тета близко к эта со звездой, и этап близко к эта со звездой. Нет, это понятная практика, потому что могли бы исключить хорошее тета из-за того, что там очень плохие теты. Значит, мы в данном случае оперируем совместными вероятностями. Не бывает хороших тета и плохих тета. В данном случае в этой теореме нету тета и это, а есть только ищи. И мы исключаем все плохие и хипчины. И все. То есть вот в этом дополнении вот этого множества лежат только плохие ищи. То есть они все далеки. Либо по тета, либо по это, либо по обеим компонентам они далеки от истинного значения. И вот первый шаг состоит в том, что мы исключаем все эти. Значит, ну а теперь что мы делаем? Мы вводим такую матрицу, мы вводим матрицу d0 в квадрат. Ну, вы, наверное, заметили разницу. Значит, теперь я пишу скриптовые буквы. Скриптовые буквы, рукописные, означают, что они для совместного пара. Это что такое минус? Дальше что надо писать? Так, второе предъявление от чего? Отплата облигания. Отплата облигания. Дальше теперь... Не буду вас ходить. Все как обычно. Если вы ждете сюрпризы, то вы, взгляд, не дождете. Все более-менее как обычно. Ну, и дальше что мы делаем? Внутри, знаете, он и юг-седерной, что мы делаем? Мы имеем нашу локу Моджеризейшн, или сервичинг, который пишется вот так. Ну, естественно, минус ромбик, плюс ромбик. Да, значит, тот ролик почетный. Ну, я вам сразу могу сказать, что теория 7-прометрического оценивания – это тот самый случай Багельби и Мутаты. В классическом варианте. Если вы почитаете книжку про 7-прометрическое оценивание, то люди мучаются ужасно. И могу сказать, где они мучаются, в каком месте. Вот в этом, в ромбике. Локальный тело все умеют писать. Но с ромбиком просто беда. Почему? Потому что тотальная разменность очень большая. Значит, нас интересует, что вспоминаем. Размерность пространства, значит, Дим, это большого равно Т. А размерность тотальная, вот это множество, тотальное множество у нас обозначается вот этим буковкой. Юбсилен, это, если звездой, оно намного-намного больше. И вот эти ромбики, они в себе содержат энтропию. А энтропия пропорциональна чему? Полная размерность. И если у нас нет запаса, то эти ромбики все убивают. И так вот не работают. Вот эта вот аппроксимация в обычной теории 7-прометрического оценивания не работает. Значит, в нашем случае вот эта мажоризация, она позволяет ромбики сделать намного-намного меньше. И тем самым граница применимости этой формулы расширяется. Значит, условно говоря, я, по-моему, это условие уже как-то раз написал, вот такое соотношение спасает нас. p делить, если звездой на p меньше n, то есть у меня 1,3, это понятно. Еще где мы можем это наоборот применить? То есть это предположение вылезает только в 7-прометрического оценивания. При этом предположениями ромбики можно пренебречь. в 7-прометрического оценивания. Ну, а я долго на этом больше говорить не буду. Я теперь хочу сформулировать главный результат. Ну, значит, я результат приведу без каких-либо комментариев. Он выглядит немножко так страшновато мистически, но это делается без больших проблем. Основные проблемы это только матричные вычисления. Точнее, обращение блок матрицы. Я вот напишу так. d0 в квадрате я налью на блоки. d0 в квадрате . Это просто блоки в адресе. А это соответствует, значит, вот этой части соответствия . Значит, если я так написал, то логично я могу написать, естественно, d e в квадрат. Ну, всё то же самое. d e в квадрате . a ε в квадрате . a ε в квадрате . То есть мы взяли матрицу d0, и ничего-то там добавили или отняли, и получили матрицу d ε на то же вот такой блок. Вот. Теперь я определен вот такую матрицу d ε Вот с этой самой драмой. это будет bx квадрат минус, а тут я напишу вот такой агрегат, hx минус 2, aε транспонирование. С какой-то вероятностью транспонирование должно быть здесь, я никогда не могу запомнить, но это, по-моему, так. Значит, вот эта матрица размера P на P. Вот эта матрица напоминает размер P с звездой на P с звездой, и вот эта тоже. А эта матрица P на P, это блок, на самом деле это блок обратной матрицы P. Если мы делаем блокное обращение, то вот в верхнем левом углу мы получим вот что-то с такого типами. обратная вот от этой. То есть это вылезает из формулы блокового обращения матрицы. Отлично. Значит, это следующий результат. Значит, теперь я определю ещё один объект, который будет зависеть теперь от ε, но раньше он не зависел от ε. Значит, это набло θ, применённое, ну я просто набло напишу, минус ε, значит, это минус 2 набло θ. Ну понятно, что такое набло θ, это набло θ, применённое Кератлевым. Вот. Ну и последнее, что я определю, это Кси ε вот таким бремом. Это df минус 1, z минус 1. Ну вот, основная теорема говорит следующее. Ну, значит, теорем, я все сразу теоремы пишу. Ну, например, вот это вот профайл максим, лайк и хус правильно нормируется вот этой матрицей. Ну и теперь начинается налога до матрицы. То есть везде надо приписать правильную букву. правильный значок. Вот это минус 2, корень из 2 раза. Deficiency. Кроме того, Lb содержит Множко Rm . Ну и последнее утверждение, которое тут есть, это что ? Из этого следует, что вот эта величина является хи-квадратом. Ну, грубо говоря, мы делаем некоторую корректуру. Вот если вы посмотрите для простоты так называемый адаптивный случай. Адаптивный случай состоит в том, что вот эта перекрестная матрица произведения равна нулю. То есть параметр прямой и мешающий, а ортогональный в касательном пространстве. Тогда, грубо говоря, это означает, что вот эта пропадает, потому что ε равно нулю. И тогда у нас получается случай, что мы про мешающий параметр как бы можем забыть. И все теоремы верны, как и раньше. Это, кстати, объяснение, почему всё это работает. Если у нас был адаптивный случай, то тогда про мешающий параметр можно забыть. когда смешанная производная равна нулю. То есть если мы берём частную производную в разных управлениях, то у нас вот эти вот. Так вот, если у нас адаптивный случай вникает, то тогда оказывается, что про мешающий параметр просто можно забыть. Все теоремы верны, как будто его и нет. И получаем обычные результаты, все эти прямые пропадают, и получается обычная теорема вырос. А в общем случае нужно вот делать такую корректировку, и эта корректировка как бы делает замену параметров в пространстве, совместным параметром и линейным преобразованием мы получаем адаптивную ситуацию. И тогда все эти теоремы и доказываются. Сначала в адаптивном случае, а потом лучше. Так, значит, ну, я думаю, что это место я рассказал. Теперь я буквально пару слов скажу, куда наука может двигаться. То есть я пару таких набросов сделаю, что мы уже умеем делать. Ну, например, теперь можно двигаться дальше. Мы сегодня обсудили байес и обсудили параметры. Байес и обсудили семи параметров. Можно обсудить так называемый бейс семи параметров. Это означает, что у нас есть прайер и на пространстве, интересуемом нас, на тет, и прайер и на это. Но по стилю нас интересует только на тет. В этом случае понятно, что ответ получится такой же, как в этом пространстве. Ну, значит, вот тут, видите, вот такое ограничение вылезает. Как с ним бороться? Ну, значит, как бороться вообще с размерностью? Мы знаем, что догад с размерностью лежит через что? Через регуляризацию. Когда мы можем заменить размерность на эффективную размерность? Значит, мы можем поговорить про что? Про смуз еще в следующий шаг. Смууз семи параметров. Это значит, что это. То есть на самом деле мы пишем Lg. А дальше по старой схеме. Я этого не делал, но верю, что это делают. Что еще, что не сделано, где мы сейчас работаем, очень интересная тема, суперинтересная. По-другому это называется хатер-районс. Или же по-другому это называется base-module-сулейш. Что это означает? Это означает, что вот это G тоже индексированным параметром. G тоже индексированным параметром. Это как бы еще один параметр. И что люди делают байсовски? Они не останавливаются никогда. Они говорят, ну раз параметр есть, то на нем наведем на него prior. Этот prior называется hyper prior. Крайон на распределение вот этого степени регуляризации. Ну а если есть prior, то есть и по стерео. Вот байсовски модул селекшн, это по стерео на hyper prior. Очень интересная тема. Ну а если мы написали prior, то prior всегда из какого-то семейства. Значит, получается, hyper prior тоже содержит параметр. На него тоже находится prior. И так пока мы не устанем. Until the end of the day они обычно это делают. Нет, тут никаких шуток нет. Вот этот вот hierarchical base approach очень модная тема сейчас. То есть они вот это разбивают на уровне, на разных формах своих prior, и они там по этим уровням проиграют. с prior на prior. Ну, значит, интересно не то, как они делают, а можно ли на это науки навести. Вот, оказывается, можно. Ну вот, я пишу уже почти год статью, которая называется «Dernstein von Visius for hyper prior». Ну, то есть, вроде как мы этот результат получили, но пока статья не написано, я это слегка опасаюсь говорить точное утверждение. Но, в принципе, вся эта технология туда перенос. Ну, если мы умеем делать байсовскую выбор модели, то, наверное, мы должны умеете делать выбор модели Эквентийской. Ну, буквально пару слов, и я заканчиваю. Это называется просто модусом. Не байсовская, а просто модусом. Как можно задачу model selection формулировать? Ну, я напоминаю, значит, вот у нас была 4 и в данном случае вот это вот это большое and very big set. Ну, иногда сейчас можно говорить дикшнер. Большое-большое-большое. Иногда полу-комплит, это переполненные слова. Значит, и если мы так задачу ставим, применяем максимум моделев, то шансов больших нет. Потому что множество большое, а когда большое множество, то оценка, даже если ее посчитаешь, она обычно мало информативно. Ну, а дальше начинается то, что называется model choice. Как мы ввели модель? Ну, обычная модель, значит, одна из возможностей, здесь разная, но одна из возможностей, Model choice, называя finalization, то есть, грубо говоря, M меняется на то, что мы называли G, или проанализированный, M, M, G, от X, которая есть F от X, минус F, которая зависит от F от X. Ну, а дальше начинается свистопляски, которая связана с тем, что модели может быть много разов. Ну, значит, самый популярный случай, есть такой, G фикс, а L капа от X, это L от X, минус Капа, G с X. То есть, грубо говоря, тип регуляризации известен, а вот степень регуляризации, как много мы за это штрафуем, мы не знаем. Ну, это, если мы хотим заменить ограничение метода множителя Лагранжа на первое, то всегда надо правильно выбрать этот параметр, который возникает на методе множителя Лагранжа. Вот этот статистик, это на самом деле, значит, Moodle Choice, это, значит, капа. Вот это вот большой вопрос. Вот, вопрос, на самом деле, это то, где я сейчас тоже отдастим, где я работаю. Как, значит, что теперь? Что можно делать, как лучше? Ну, возьмём и включим капу в список параллель. То есть всё это вместе, грубо говоря, включим капу сюда. Если мы хотим капу, то включим его просто параллель. И применим нашу науку. Наука общая, ничего там... Ну, вот есть какая-то конструкция от капы зависящая? Когда капы-то это фиксированы, это органикация фиксирована, с ним можно работать. Прооптимизируем по всем параметрам, получим ответ. Можно так делать? Вот возникает вопрос. В таком виде вроде нельзя. Нет, ну, ответ правильный. Всегда ответ должен быть осмысленный. Если начинаешь так делать, то ответ получается бессмысленный, но что-то не так. Ну, вот здесь, смотрите сюда. Если мы по капу прооптимизируем, капу должны быть положить. Что мы получим в ответе? Нуль. По капу, если мы оптимизируем, то понятно, что капу просто равно 0. Потому что мы вычитаем что-то, а если мы не максимизируем, значит капу должно быть правильным. Бессмысленный ответ. Ну, капа это да. Кипер параметры. Дело не в том, что это хипер параметры. Дело в том, как это то, что называется репарировать. Как починить? Как починить метод, чтобы он стал осмысленным, доработать. Ну, значит, ответ, раз есть хипер параметры, то должна быть хиперплайн-пайкут или хиперплайн. Надо еще пропорминизировать. Вот решение этого паразигмы. Пишется вот так. Вот пишется так и дальше, и дальше уже отсюда, значит, это обоим аргументом. Ответ такой, подходящий выбор вот этой пенализации, это задача делает осмысленной. Но вот как ее выбирать, это некое искусство. Задача сводится в честь вот этой пенализирующей функции, это настоящий челлендж, пока не решен. В оптимальном виде, то есть известны примеры, предложения, когда это работает. Но оптимального выбора этого пенальти, науки про выбор этого пенальти, полной науки нет. И на этой проблеме стоит открытая, но минимум не открытая. Причем в явном виде сформулированной. Вот именно так. Как выбрать пенальти? А получается вот в некотором роде только в альтичной пенальти, которую мы накладываем уже на свои параметры, оно в некотором виде оптимально? Не, вот это? Да. Нет, это оптимально. Когда мы зафиксируем это, то мы как-то и оптимизируем капа, и оптимизируем патент. Это, так сказать, выбор тета внутри моделей. А теперь мы должны выбрать между моделями. Потому что, чтобы выбрать между моделями, мы, к сожалению, вот так и не работаем. Нам нужно еще ввести что-то типа вот... То есть в байсовском подходе тета называется опариорным распределением хиперпарабель. То есть, если у вас есть проблема выбора оптимального пенальти на капу, но свойственной пенальти на тета, мы что же требуем вам пригодят? Просто чтобы эти вещи... Нет, можно эти задачи собрать вместе. Если вы хотите. И это очень модное сейчас направление. То есть, можно сказать так. То есть, у нас есть или от тета, просто вот такой общий. И мы просто вычитаем тен от тета, вот общая постановка обычного пакова. И вот это вот наша церковь с волной цивилизирует. Через вот это определяется. То есть, максимум вот этого выражения. Какова должна быть пенальти? В данном случае это пенальти более специфицированная. Это был special case. В общем виде пишут вот так. Ну, оказывается, что какой бы вы ни написали пенальти, тут возникает вот эта вот хитер история. То есть, типичный пример, спас-керорти, одна штука, спас-керорти, это другой пример. И это лямбда тета-1. Это, как называемая, я не знаю, спас-разрезная пенальтизация. Но вот эта лямбда, опять, это гиперпарабель. Если мы лямбда зафиксировали, то только вот из того же самого, как и здесь, оценка считается. Но какой лямбда, надо брать в этом вопросе. Аккуратный выбор лямбда. Опять же, по лямбда оптимизировать нельзя. Нужно еще наложить некоторую пенальтизацию на лямбда. Или же в байсовском подходе на лямбда нужно тоже наложить априорное распределение. Аккуратный выбор на пенальтизацию. Подходы все они похожи, но основной вопрос для меня здесь, насколько общая наука позволяет эти вопросы решать эффективно. То есть все, что я рассказывал сегодня, то есть там наукой было только аккуратное применение общих двух теоремов. То есть две теоремы – локализация и модернизация. Их надо аккуратно применить. В каждом конкретном случае. Ничего другого не требуется. В каком-то смысле именно в этом ценности этой науки, что подход всегда такой универсальный и достаточно эффективный. А вот и так действует. Ну, я думаю, что такой небольшой экскурс в современную статистику в каком-то смысле я совершил. Не знаю, насколько я дал представление. То есть я, в общем, начал с полного нуля. Почти не использовал внешних ссылок. И за исключением двух теорем я бы более-менее показал, как это все работает. Доказательство я про этих больших теорем это набросал. Но в остальном какая-то картина сложилась. Ну, я не знаю, если есть вопросы содержательные, то можно спрашивать. Сразу предупреждаю, что если кто-то хочет трудиться над одной из этих тем, то, конечно, понимание того, что я рассказал, требуется, необходимо, но недостаточно. То есть наука довольно... То есть если разбираться в деталях, то детали я всех откладывал в сторону, но из этого не следует, что их нет. Все это, когда для тех, кто захочет этим заниматься, то через эти детали все придется пройти. Но обычно в конкретных практических задачах фокус всегда лежит на других вещах. То есть то, как мы обычно работаем, выглядит так, что есть более-менее специальная проблема, возникающая из практических приложений, и потом ее должны формализовать и попробовать применить общую теорию. Это может быть из чего угодно. Происхождение может быть из аэродинамики, медицины, формата кинетики или экономики. Примеры есть разные, но, в общем-то, математические компоненты обычно все-таки всегда почти одно и то же. Хорошо, значит, тогда я думаю, что на этом мы можем закончить. В принципе, объявление о порядке сдачи экзамена я уже сделал, я попробую так или иначе это будет сделано. В какой-то момент мы объявим регистрацию и запись на экзамен на конкретные даты и часы. Ну и потом, я думаю, что где-то к середине месяца мы в основном определимся уже с тем, кто хочет дальше в этом направлении двигаться и с теми, ну да, и кого мы можем дальше. Значит, ну, в общем-то, с одной стороны, я заинтересован в строгом отсеве, а с другой стороны, я заинтересован в молодых катерах. Так что, попробуем найти какую-нибудь терапевую компанию. Если вдруг появились вопросы за одним числом, то все вопросы можно задавать и в рамках процедуры регистрации, или же у нас есть координатор в лаборатории. Ну, худой, конечно, можно писать имейлы прямо мне, мой имейл можно тоже найти в интернете. В общем, любой вариант возможен задавать вопросы, но мне писать имейлы самые малоэффективные. Потому что у меня их слишком много, и я имею тенденцию в части от них откладываю ответы, откладываю на поток. То есть, когда меня кто-то спрашивает из лаборатории, это более эффективно, чем если мне надо отвечать самому на отдельный вопрос. Так что, самый регулярный способ задавать вопросы по поводу лаборатории, обращаться на адрес лаборатории, на контактный адрес. Ну, по-моему, это все дороже, но, в общем, может обращаться. Хорошо.